МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И задача у этого предмета нам, взрослым, вполне понятна. Это очень важная задача. Сформировать у подрастающего поколения позитивное отношение к семье, дать знания о психологических, культурных и нравственных семейных ценностях. Мы видим, что происходит сегодня в мире, какая разрушительная политика проводится в отношении традиционной семьи. Проблематика известна. И Россия, безусловно, делает все, чтобы наш человеческий мир, наши духовно-нравственные ценности сохранились. Но прилагать усилия необходимо нам всем. Насколько своевременно введение новой дисциплины в школах, кто и как должен разговаривать с детьми на тему семьеведения? Обсудим это сегодня с нашими гостями, которых я с удовольствием вам представляю. Это депутат Самарской губернанской думы Екатерина Ивановна Кузьмичева, исполнительный директор Тольяттинской классической гимназии Юлия Геннадьевна Лескина. Это директор дворца бракосочетания Тольятти Ирина Владимировна Сковородина. И единственный мужчина сегодня среди нас, сопредседатель Совета отцов в Тольятти Дмитрий Александрович Абрамов. Я всех вас приветствую, дорогие наши гости. И прежде чем начать наш разговор, давайте вспомним слова великих людей о том, что такое семья. Счастливый тот, кто счастлив у себя дома. Лев Николаевич Толстой. Только в семье можно получить любовь, заботу, ласку родных нам людей, которые любят нас и которых любим мы. Лев Николаевич Толстой. Семейная любовь наиболее распространенная у людей, наиболее прочная. Поэтому в смысле влияния на жизнь людей самое важное и самое благотворное изо всех добрых чувств человека. Николай Гаврилович Чернышевский. Семья – это первичная среда, где человек должен учиться творить добро. Василий Александрович Сухомлинский. Семья приносит полноту жизни. Семья приносит счастье. Но каждая семья является прежде всего большим делом, имеющим государственное значение. Антон Семенович Макаренко. Да, семья важна для каждого человека и для государства в целом. Семья, как мы знаем, это основа государства. Но у меня вот первый вопрос такой. В советской школе был предмет этика и психология семейной жизни. Вопрос ко всем участникам нашей сегодняшней программы. Как вы относились в то время к этому предмету? И насколько важным считаете введение сегодня в школах дисциплины семьеведения? Екатерина Ивановна. Ну, в зависимости от твоего возраста, у нас не было такого предмета в школе. Потому что этот предмет появился в конце 80-х годов. И тогда уже он транслировался именно как основная часть работы в школе, в школьной жизни. Но так или иначе, я просто хочу сказать, что в тот период все педагоги, конечно, не точных наук, но все педагоги большое внимание уделяли таким отношениям в семье. У нас тоже были разговоры после занятий с классным руководителем. И тоже мы об этом говорили. Потому что тогда все общество было заточено на то, чтобы укреплять, создавать семейные ценности и вообще, в принципе, семью. Тогда было, да, это вот такое. Что касается сегодняшнего дня, у нас уже кто-то говорит о том, что это не надо, что это тяжело, что это нагрузка для детей будет дополнительная. Но жизнь сейчас подтверждает то, что вот это упущенные возможности у страны, упущенные возможности у российского нашего общества. Посмотрите, свидетелями чего мы оказываемся сейчас. Как вот воспринимает молодежь отношения в семье? Как это было допущено? Кто это смог вот это допустить? Действительно, это, конечно, очень важный такой период упущенных возможностей. И нам сейчас надо поправлять. И это важно, что государство на сегодняшний день повернуло лицо именно вот к такой проблеме. чтобы вместе с семьей, вместе с родителями, вместе с бабушками и дедушками, вместе с педагогами восстанавливать вот те крепы, которые были раньше в российской семье, в традиционной российской семье. Поэтому сейчас крайне важно вот такую работу проводить. Важно, чтобы люди, которые будут разговаривать на эту тему, были сами погружены до такой степени, что для них это было бы сильно важно, что они сами, скажем так, владеющие вот таким багажом чувства, чувства, знаний, психологических подходов, чтобы они могли донести это детям. Вот это вот крайне важно сейчас. И я так думаю, что, конечно, время покажет. Сейчас пока это такой период, период, скажем так, ну, я не хочу называть это экспериментом, да, но опробирование, да, вот этой системы. И это пока внеурочная деятельность. И нет ее в основном расписания как предмета. И всего это там 34 часа, вот, но там, кстати, очень важны такие вот модули, вот эти пять основных модулей, которые будут транслироваться детям. И не только транслироваться, а вместе с детьми проживаться. И очень бы хотелось, чтобы родители поняли, что это нужно, что это важно. А важно для всех нас, важно для детей, для будущего нашей страны. Вот это я поддерживаю, конечно. Юлия Геннадьевна, вы как считаете? Я тоже считаю, что это нужно, но я немножко о своем опыте расскажу. Как раз я училась в школе, когда этот предмет появился. И, видимо, это только было новое видение, новый опыт. И раздали преподавать классным руководителям. Моя классная руководительница была учительным биологии и химии. И вообще образ учителя немножко был другим, чем сейчас. Это такие некие небожители. Мы даже не знали, есть ли у них семья, вообще кушают ли они, отлучаются еще по каким-то нужным. То есть это вообще такой человек, как будто неземной. Учителя посещали нас на дому, но нам закрыт был путь именно в их личную жизнь. И когда появился предмет, вот об этом, было очень удивительно узнать тогда. И когда классная руководитель пришла, она тоже не знала, что нам говорить, о чем и как. Поэтому мы начали с того, что начали изучать семейные связи. Там жена, брата, кто она, Шурин, Сават. Кто кем-кому приходится. Я помню, я так запуталась в этом. Пришла домой, попросила маму мне все это помочь во всем разобраться. Но дальше этого не пошло. Дальше семейные связи больше... Ну, я уже выпустилась из школы. Сейчас другая совсем ситуация с развитием, с появлением интернета. Почти каждый педагог имеет свою страничку в соцсетях, ведет свои телеграм-каналы. И поэтому их личная жизнь, конечно же, открыта для современных учеников. И здесь уже, может быть, даже отдельно не приходится рассказывать, чем ты занимаешься, какой-то личный пример показывать. А найти, наверное, путь к сердцу ребенка, чтобы у тебя сложились с ним хорошие отношения. И любой педагог, у которого есть сейчас семья, дети, он может преподавать этот предмет. И не обязательно это делать в рамках урока. Вот как у нас отдельного предметов в гимназии не было. Но когда я была классным руководителем, еще до Академии больше времени занималась с детьми в гимназии, я детей возила к себе в гости. Моя младшая сестра преподавала, она еще не была замужем. Она водила класс весь 20 человек в гости к моей маме. И до сих пор эти выпускники вспоминают с большим теплом мою маму, потому что она как бабушка для всего класса. Она их всех кормила, поила, хотя они там по потолку ходили. Каким-то личным примером уже показывала, да, что такое семья, семейный быт, отношения. Возить детей в какие-то поездки обязательно в деревне, знакомиться с бабушками, потому что у многих нет бабушек, которые живут именно в деревянном доме. То есть искать такие возможности, туда углубиться в корни. Ведь связи не только братья, сестры, многодетные, а очень важно сейчас сохранять и устанавливать вот эти вертикальные связи, вот это разрушается не только горизонтальная связь, вертикальная связь разрушает сообщение бабушек, дедушек, детей, родителей. Поэтому тоже очень важно. Какие-то совместные дела, поездки, походы в театр, это очень объединяет и показывает, как это здорово, когда большая семья... Ну да, помимо самих уроков, каких-то разговоров о важных, да, и можно поехать всем вместе, посмотреть какой-то уклад семейной жизни, какой был раньше, музей посетить или поездку вместе действительно какую-то культурную совершить. Да, Икатер Ивановна? Я думаю, что еще и классическую литературу, которую владеет наша страна, наша Россия, тоже важно использовать вот это, потому что личный пример, плюс еще использование... Вот у нас же столько много интересного и ценного в этих произведениях. Мы об этом просто не задумываемся, когда, например, проходим зачастую вот в школьной жизни вот это вот все. Вот почему мы сегодня и обратились, Екатерина Ивановна, к мыслям наших известных писателей, поскольку вот она, мудрость веков, она заложена в этих словах, и именно это нужно сегодня транслировать, в том числе нашим детям. Ну вот у нас здесь есть единственный мужчина, давайте ему сейчас слово дадим, совет отцов, высо-председатель Дмитрий Александрович. Вы как считаете, нужно с детьми в школе говорить о том, как устроена семейная жизнь, семейные отношения, что такое семья для человека? Нужно, нужно и важно, обязательно, потому что я в свое время опирался, конечно же, на пример своих родителей, со стороны папы пять детей, со стороны мамы семь детей, и это для меня и стало такой вот именно школой семьеведения, потому что в школе я этот примет уже не застал. Я в 83-м году рождения, но, знаете, когда в 2002 году я сам стал папой, я почувствовал вакуум, потому что мне не хватало знаний, не хватало опыта личного и большего примера. Я считаю, что это нужно делать открытым, нужно больше проводить, показывать и выводить, да, вот именно эту информацию, делать доступной, больше отцов приходить в школу, потому что даже если вы заглянете в чаты класса, там будет 99% мам. Папы там практически отсутствуют, либо не участвуют. Почему это происходит? Потому что папы, мужчины, они имеют другой подход. Ему нужно один раз прийти и четко, классно сделать, да, прийти и свое твердое слово сказать в класс. Я провожу открытые часы в школах, и мы, вот повестка прошлого весны и зимы, была это дружба, умение общаться, умение поддерживать, держать слово. Повестка этого сезона будет, конечно же, семьеведение. И своим примером, и совет отцов Самарской области, конечно же, поддерживает отцов, кто желает, может и хочет говорить о том, как важно и нужно говорить об этом, быть примером и для ребят, для мальчишек, для девчонок. Ну, это очень важно, что с позиции мужчины такая информация преподносится детям. Хорошо, что вы встречаетесь с ребятами, проводите такие уроки, такие часы. Спасибо вам за это большое. Пусть таких мужчин будет нас побольше. Приходите, мужчины, в школы. Ирина Владимировна, ну а вы как считаете, вот полезность, важность, необходимость и своевременность этого предмета? Ну, вот если вернуться к первому вопросу, был ли у вас в школе, у меня как раз был, я вот так где-то между всеми вами, да, то есть как раз у нас был. И вот Екатерина Ивановна говорила, что должен быть человек, кто будет преподавать, да, увлечённый, интересный. И вот действительно мне повезло в этом смысле, что у нас было очень интересное, я даже сейчас вспоминала, Валентина Георгиевна звали преподавателя, да. И вот она была сама настолько увлечена этим предметом, хотя она по образованию другой предмет преподавала, уже сейчас не помню, это не хуже, биология какой-то, да. И вот насколько нам было интересно, когда с нами начали разговаривать как со взрослыми. То есть мы говорили каких-то вот, даже сейчас пытаюсь вспомнить, там о том, как выносить мусор, как общаться с мужем, хотя нам ещё вроде бы было далеко, и мы думали, ну подождите, мы же вроде бы ещё нет. Она говорит, подождите, вот пробежит совсем немножко времени. То есть вы думали, что ещё рано об этом говорить, да? Да, нам ещё рано как бы. Но мы говорили о бытовых вещах, а вот именно бытовые вещи сегодня... И разрушают семью. ...губят семью, вот понимаете. Вот мы в рамках своей деятельности же тоже общаемся, вот уже со студентами, буквально вот на прошлой неделе проводили лекцию в ТТК. У нас же есть такой, как бы, интерактивной лекции «Государство для молодой семьи», где мы как раз разговариваем о том, как строить семью, чтобы она не распадалась. И все студенты говорят, что «Ой, бытовуха, значит, это разрушает, зачем жениться, если потом разводиться?» И вот такая риторика студентов так удручает. Удручает, потому что вот из 52 присутствующих на вопрос, считаете ли вы, что нужно создавать семью, только шесть человек подняли руку. То есть мы прямо были в шоке. Это такие тревожные цифры, да? Тревожные, тревожные. Нежелание создавать семью. И вот мы пытались, да, и мы вот пытались разобраться, почему же, что пример своей семьи. Основная часть – неполные семьи. Проблемы там вот эти, как раз им говорили о бытовых проблемах. И поэтому, когда вот в то время с нами разговаривали, казалось бы, на какие-то такие простые бытовые темы, нам это было действительно очень важно, ценно. И вот обращаясь в то прошлое, я говорю, что действительно было хорошо, что был этот курс. И причем мы так с удовольствием на него ходили, потому что это же было, ну, как какой-то отдых, что ли, от уроков, да? Это было совершенно другое общение. Уровень общения был другой. Вот. Ну и, конечно, поскольку все мы говорим о том, что государство очень сейчас важно, чтобы ценности традиционные, семейные, сохранялись. Поэтому и управление ЗАГС Самарской области ведет работу в этом направлении. Но мы, правда, уже, конечно, с той категории больше, кто уже подал заявление на заключение брака, да, общаемся. Для того, чтобы вот научить, как жить. А вот, кстати, у вас при подаче заявлений сегодня есть какие-то курсы для молодоженов по семьеведению? Нет, по семьеведению. В какую жизнь они вступают? Как они должны себя вести? Что такое семья? Как друг к другу относиться? Нет таких курсов? Ну, вот курсов нет, но вот у нас есть вот эта программа «Государство для молодой семьи», когда проводятся интерактивные лекции как раз вот с этой категорией. Ну, это тоже как подготовка. Да, что они, да, вступают в брак, и вот с ними мы общаемся, психолог общается. И вот там тоже многие вопросы поднимаются самими же молодоженами, будущими. И мы видим, что многие не готовы. Не готовы, нет понимания, для чего вы создаете семью. Вот поэтому это, конечно, очень важно. Ну, конечно, это понимание нужно, да, наверное, с каких-то с ранних лет, подросткового периода, юношеского, обязательно об этом рассказывать, формировать понятие семейной жизни. Мы сейчас прервемся на несколько минут и передадим слово другим нашим экспертам, которые согласились дать комментарий о важности предмета семьеведения в школах. Послушаем. Да, мы слышали, знаем, что в школах сейчас будет такой предмет, как семьеведение. Лично я считаю, что такой предмет нужен, потому что дети должны знать традиции своей семьи. Они должны знать, кто у него, кем был папа, мама, дедушка, бабушка, и может даже прадедушка, прабабушка. Сейчас это очень актуально, потому что мир очень изменчив. Вот, допустим, я очень горжу, что, допустим, у меня отец военный, дед тоже военный, прадед военный. И я уверен, что мой внук будет знать, что его отец носит погоны на плечах, дедушка уже военный пенсионер, а прадедушка служил в прославленном военном училище. Нужно такое и девочкам, и мальчикам. Но я бы еще хотел, чтобы в нашей школе возродился такой предмет, как начальная военная подготовка. Потому что сейчас мы живем в неспокойное время, идет специальная военная операция. И с детства мы должны, к сожалению, к сожалению, учить наших детей защищать свою родину. Я считаю, что это самый важный и главный предмет в школе, так как семья, ценности, родители – это фундамент. Это фундамент, который закладывает в будущем задачу, цель, достижение. Я считаю, что сейчас ценности у детей немножко испорчены. И в данный момент этот предмет, он обязательно должен быть. Для детей он важен. И самое важное и главное в этом предмете, так как я немного с ним уже знакома, где объяснять, что такое любовь родительская, что такое любовь между мужчиной и женщиной, что такое любовь мамы к ребенку и папы к ребенку. Наверное, это самое важное. Конечно же, лучший пример может дать семья, как выстраивать отношения с детьми, с родителями, с бабушками, с дедушками. Но зачастую взрослые члены семьи, они заняты на работе, заняты какими-то своими взрослыми проблемами. И им просто не до того, чтобы детям что-то объяснять. Потому что ушла такая, наверное, традиция, когда семья собиралась за большим семейным столом, и вот там были долгие разговоры зимними вечерами под лепку пельменей, допустим. Сейчас у нас все ускорилось, вся жизнь ускорилась. И поэтому, конечно же, это огромное подспорье для семьи, для детей, когда взрослые люди объясняют им на профессиональном уровне, что такое семья, какие должны быть взаимоотношения в семье, что есть мама, папа, что есть ребенок, что у каждого есть социальная роль. Ну, это здорово. Конечно, нужно каким-то образом начинать поднимать семью. Ее сейчас поднимают денежными вариантами, это тоже, конечно, неплохо. Более того, это очень хорошо. Но нужно еще, чтобы люди вообще понимали, как работает этот механизм. Дома они этого не видят, нигде они этого не видят. Литература в основном о несчастной любви и вот хоть разбейся. И да, надо вводить этот предмет. Но кто его будет вести? То есть это надо готовить учителей. Это надо вводить специальные какие-то курсы в институтах, в университетах. То есть подойти к этому надо серьезно. Иначе это будет пшик. Ну что ж, сомнений в важности предмета не возникает. Главное, как построить этот диалог с детьми. Пока мы слушали мнение наших экспертов, у нас здесь тоже продолжался диалог. И вопрос, кому преподавать этот предмет у нас, возник сам собой. И вот неплохая мысль прозвучала у вас, матушка Юлия. Скажите. Я, слушая сейчас выступление наших замечательных участников этого круглого стола, пришла к мысли, что нужно использовать максимально возможности жен священников. В основном это они многозетные, они имеют по одному браку. Я думаю, что у нас в городе есть достойные такие представительницы. Они с удовольствием придут в школу, если их приглашать, какие-то встречи с ними организовывать. Ну да, то есть они являются таким примером, да, примером счастливой семейной жизни, стабильной жизни, одного брака, как вы говорите, таких доверительных, тёплых отношений в семье. Хорошие мысли, да, Екатерина Ивановна? Да, очень хорошие мысли. Я думаю, что вообще, в принципе, проводить вот эти разговоры о важном, они не просто так, чтобы один вещал тот, кто работает в школе, но и вот этот вот вариант можно использовать. Ну и плюс вообще приглашать, может быть, у нас очень много семей, где достойные родители, которые даже награждают там за успешное воспитание, вот этих людей приглашать на встречу с ребятами, потому что это будет разговор на самом деле искренний, понимаете? Не просто по учебнику, а это будет жизненный такой разговор. Ну я думаю, что так, наверное, и будет, да, всё равно какое-то взаимодействие. Вот с советом отцов пока нет такого взаимодействия в школах, чтобы приходили на уроки, на эти внеклассные часы разговоры о важном. Такое взаимодействие есть, поскольку, да, совет отцов, как-то региональное отделение и Тольятти, и Самара, Сызрин, и Жигулёвск, все муниципальные регионы охвачены. И как раз-таки задача поддержать, помочь зайти в школу, поскольку быть инициатором порой сложно, да, вот как раз совет отцов этим и занимается. То есть в этом быстро, да, в текущем мире, в этом огромном потоке информации задача совет отцов как раз просветить и популяризировать, что так можно, что это норма, что это классно, что это помогает детям видеть настоящих мужчин твёрдых, которые могут зайти в класс к ученикам. Я видел реально отцов, которые боятся этого пуще смерти, да, зайти в класс к ребятам, и неважно, там, второй класс или пятый. Но глядя на то, что так делают другие отцы, и это хорошо, и это добро несёт, они смело делают этот шаг. Ирина Владимировна, вы сказали, что уже видели учебник по семьеведению. Да, вот 3 сентября состоялся демографический форум Привозка федерального округа в Самаре, и у нас была секция как раз-таки вот развития или поддержка многодетности, и были представители Пензенской области, которые рассказывали о том, как у них внедряются уже эти уроки семьеведения, уже несколько лет они это делают, причём эти учебники есть и для школьного возраста, и даже сейчас уже для детского сада. И вот они говорили о том, что когда мы пошли в школу и начали вот эти уроки семьеведения проводить, то не очень как бы процент учеников, склонявшихся к созданию семьи, увеличился. А вот когда они уже из детского сада, то есть я так понимаю, что у них уже опыт есть, что дети в детском саду это проходили, и потом перешли в школу, и вот только когда они пришли в детский сад и начали из детского сада всё это, ну как бы поднимать эти темы, там в каких-то играх, разговорах с детьми, потом перешли уже в школу, и вот только после этого увеличилось количество детей, которые к семье... То есть с самого раннего возраста надо детям показывать, да? Да, вот они об этом говорили, что вот нужно уже, да, у них прям учебники есть, он нам прям показывал, и у них этот опыт уже достаточно длительный. То есть они... Когда нужно действительно Екатерина Ивановна в детских садах. Я думаю, там игры есть такие, там же играются-то дети, да, в семью, куклы, это дети. Там и в семью, там ролевые игры, когда дети берут на себя роли, это используется. Но я, например, вот ни в коей мере не исключаю дошкольное образование из всей этой системы, потому что главное-то что? Это вот нам надо воспитать, воспитать в ребёнке, воспитать вместе с родителями, вместе с обществом, потому что вот не зря же наши классики говорят, что на формирование личности ребёнка влияет наследственность, среда и воспитание. И вот для того, чтобы ребёнок уже в школу пришёл с этими навыками, навыками поведенческими, навыками по отношению вообще, в принципе, к вот этой системе. И понятно, что это будет не так широко, может быть, и не так глубоко. И если это будет продолжаться и в школе, потому что воспитание нравственных таких качеств, это вот краеугольный камень, понимаете? Не об учении, вот как таковое, да, считать, писать, этому научить можно. А вот воспитать такие качества у ребёнка, да, чтобы он ни в коей мере плохо не сказал, там, своему папе, маме, своему брату, своей сестре, своему близкому, кто рядом с ним, просто незнакомому человеку. Понимаете? Вот это, конечно, вот должна быть единая система. Но я, опять же, вернусь к тому, что вы вначале говорили, что хорошо, что этот старт дан. Хорошо, что к этому государство привлекло своё собственное внимание, да, и пытается вот найти такие ниточки, такие механизмы, которые позволили бы вот состояться вот этому, ну, может быть, предмету, не предмету, но вообще этой жизненной... Дисциплине, да. По воспитанию... Которая поможет сохранить... Любви и уважения к семье, традиционной семье российской. Конечно, генетика, воспитание, всё это играет большую роль, да, в жизни человека, но и мы же знаем, сегодня дети имеют практически открытый доступ в интернет, а там чего только нет, да. И, например, движения различные, которые приходят к нам с Запада, например, Child Free, это движение, которое учит девочек, будущих мам, учит тому, что дети не нужны, то есть это как бы нежелание имеет детей, ну и так дальше, да, и различные многообразные формы семейной жизни, нетрадиционные, которые для нас совершенно чужды. Поэтому, конечно, вот этот предмет, вот я считаю, что он очень важен. Я хотела спросить ещё Юлию Геннадьевну, вы же многодетная мама, и вот сейчас, когда мы слушали мнение наших экспертов, вы сказали, что ваши дети уже думают над именами своих будущих детей. Да, это так. Замечательно. Расскажите об этом. Они делятся с вами, да? Конечно, делятся. И дети мечтают быть тоже многодетными. Это меня очень радует. И придумали имена детям. Ну, пока секрет открывать не буду, и можно по ним всё сложить. Ну, потому что такой пример перед глазами, безусловно. Вот она, семейная жизнь. Сама по себе счастливая семейная жизнь является таким образцом, примером для детей. Но, тем не менее, всё же роль учителя, роль воспитателя, её нельзя отрицать. Как мы и сказали, и в школе, и в детском саду надо преподавать, нужно преподносить вот такие знания, формировать у ребят понятие истинных ценностей человеческой жизни. Да? Опять же, если они, извините, пребывали, опять же, если ценности эти не будут поддерживаться в их родной семье, то ни один учитель ведь этому тоже не научит. Конечно. Я говорю, наследственность, среда и воспитание потом уже. Поэтому нужно, чтобы и сами родители понимали необходимость того, что их дети впитывали бы эти правильные традиционные ценности. Конечно, совместные усилия, а они всегда лучше. Но, между тем, мы знаем примеры, когда дети из неблагополучных семей, например, или из неполных семей, а потом они вырастают и создают свои хорошие, достаточно счастливые семьи. Как раз они, не имея этого семейного тепла в детстве, они мечтают о том, чтобы создать свою хорошую семью. Да. Давайте еще послушаем ответ итальятинцев по поводу введения нового урока семьеведения. Я думаю, что это очень важный предмет. Дело в том, что семья – это основа любого государства. И, конечно, благодаря такому предмету будут у детей зарождаться и возобновляться, скажем так, о ценностях духовной ценности, о семейной ценности, о том, как построить семейные отношения. Потому что этот предмет будет, я так понимаю, говорить о том, как важно выстраивать и укреплять семейные отношения для того, чтобы они были действительно основой жизни. Ну, насколько я знаю, этот предмет должен привести нравственные отношения вообще к семье. Ну, в первую очередь, мне кажется, что нужно подготовить подростков, там, с пятого по одиннадцатый класс к взрослой жизни, к созданию семьи, к рождению детей. Это, в принципе, позитивно для, как для человека самого, так и для нашей стороны в целом. Важно, ну, просто понимать какие-то вещи. Семья важна. Ты понимаешь, конечно, как раз только тогда, когда ты уже становишься мужем или женой. Если бы у меня, конечно, был в школе такой предмет, я, может, и раньше бы женился. Только теперь понимаю, какие моменты стоило бы обратить внимание. Я думаю, что очень много полезного для детей в школе даст этот предмет. И они, уже выпустившись из школы, станут студентами, заведут свои семьи, своих детей и будут долго счастливы жить. Я убежден, что этот предмет будет крайне важен, поскольку мое убеждение, что семья, это как это ни звучит, может быть, замыленная, как-то пафосная, это ячейка общества. Это просто мое убеждение. И мне очень посчастливилось в жизни, потому что у меня как раз семья такая классная во всех отношениях. И хороший пример у родителей. Родители прожили почти 64 года вместе. Поэтому у брата будет золотая свадьба в следующем году. Поэтому я вижу все эти достоинства, хорошие семьи, вижу, как она влияет на развитие человека, как на его душевную непогоду или погода влияет. Потому что человек счастливый по-настоящему может быть только в семье. Это мое тоже убеждение. он чувствует себя комфортно, он чувствует себя защищенно. Он не тратит нервы лишние помимо какой-то работы, помимо каких-то передряг на внутренние какие-то самокопания. Ну, как правило, я, конечно, обобщаю. И вот семья это прежде всего оплот какой-то. Это можно сказать, мой дом, моя крепость. К сожалению, в настоящее время очень большой процент разводов. Вроде бы привыкают и дети к тому, что у них одна мама или один папа, но хотелось бы все-таки, чтобы семья была полноценная у большинства детей, потому что это внутренняя опора, это самоценность, то есть это все формируется благодаря маме и папе. Поэтому, конечно, предмет, безусловно, важен. И я бы сама на нем присутствовала. Потому что у меня тоже, скажем так, искажены вот эти семейные ценности дети 90-х. Поэтому все это приходится наверстывать самостоятельно. А в школе это будет уже какой-то обязательный предмет. И я думаю, детям будет полезно и ценно. Наверное, сейчас каждый наш зритель задумался над вопросом, а как он относится к введению в школе предмета семьеведения. То, что это на пользу обществу для сохранения традиционных человеческих ценностей, здесь, я думаю, сомнений нет. За созданием семьи следует и вопрос демографии. Она сегодня в России низкая. И, как сказал президент Владимир Владимирович Путин, нужно сделать так, чтобы иметь много детей было модным. Кстати, статистика показывает, что несмотря на нашу низкую демографию, низкую рождаемость, все-таки многодетных семей становится больше. Я даже приведу вам цифры. В 2023 году число таких семей достигло почти 2,5 миллиона. И в них воспитывается около 8 миллионов детей. Но все равно этого мало, потому что в большинстве семей один или два ребенка. Вот у нас здесь два гостя, которые имеют не одного, двух, а вот четверо детей у вас, матушка Юля, и у вас, Дмитрий Александрович. Что бы вы сказали тем молодым людям, которые считают, что это большая ответственность, вот одного бы воспитать и поставить на ноги? Как же справляться с большим количеством детей? Ну, многодетство это очень большой труд. Это не нужно как бы преуменьшать значение. Это действительно трудно, и здесь возродить нечего, что это трудно. Но вот у меня, я только могу про свой личный пример сказать, почему-то это было с самого начала мечтой. В садике, когда я выпускалась, спросили, кем ты хочешь быть? Я сказала, актрисой, на меня так строго посмотрели, нельзя так называть такую профессию. На выпускном в садике я так осеклась, говорю, учителем, наверное. Учителем, ладно. Ну, по крайней мере, театр в моей жизни есть, я учитель. А потом с братом бегаем по поляне, он говорит, Юля, так кем же ты хочешь быть? Скажи мне честно, вот по секрету, никого же нет. Я говорю, мамой, вот в 7 лет, мамой всегда была мечта, вот материнство. У каждого человека на земле есть все равно свое предназначение, и у женщины это материнство, ее предназначение. Я его как-то чувствовала, и у меня вообще не было сомнений. Хоть было много очень трудностей в жизни. В четвертом курсе я родила, и когда у меня родился через 2 года сын, я даже ночью лежу и думаю, господи, я, наверное, в ад попал. То есть мне было так тяжело, вот они вдвоем плачут, а потом, когда забеременела третьим ребенком, говорю, как же так, у меня две руки, вот здесь, здесь, а куда треть, вот как я его буду? И говорю, господи, помоги мне, дай ангела для этого ребеночка, чтобы... И она самая тихая была, самая такая вот... А уже четвертая, это как уже спортсмен, который достигает определенной высоты, когда становишься опытным, это я получала просто самое невероятное наслаждение своим материнством. Потому что пришел опыт, знание. Чтобы достичь вот этого счастья, нужно не менее троих точно иметь, это я так считаю. А по старинной пословице, если Бог выдает роток, то он даст их ли Бог. Ну и будучи студентами, когда мы стали родителями, не имея вообще средств существования, потому что родители сказали, пока вы учите, мы вас содержим. И вот мы, по сути дела, были на родительском попечении. Все-таки вот все это прошли, и теперь я не то что не жалею, я думаю, что я бы еще больше родила детей, наверное. И это вообще замечательно. Это счастье настоящее, да? Ну как вы и сказали, да? Бог дает детей, Бог даст и силы их воспитать. Согласны, Дмитрий Александрович? Да. Вы тоже большая молодец, четверо детей. Во многом согласен, и я тоже поддержу, что я научился на третьем. Третий раз, когда я стал папой, я научился получать от этого невероятного удовольствия, я начал делать заметки и к своему удивлению выпустил книгу о воспитании, которая называется... У вас книга есть, собственно? Да, «Семья как главный проект жизни». Она такая структурная. Как еще раз называется? «Семья как главный проект жизни». «Семья как главный проект жизни». Что нам не принести? Замечательно. Надо было книгу сюда принести. Конечно, да. Надо было обязательно. Когда уже стал четвертый раз папой, я убедился, что нужно готовиться к этому заранее. Вот для мужчины быть отцом – это высшая форма проявления, потому что здесь ты берешь ответственность на себя, на всю жизнь. Ты на всю жизнь запечатляешься в памяти ребенка как образ мужчины, человека, ответственности, смелости, твердости и так далее, и так далее. И здесь уже назад дороги нет, потому что нужно к этому точно готовиться. Я общаюсь с большим количеством отцов, общаюсь с большим количеством отцовских сообществ в России, достаточно много. Они такие достаточно ровные, спокойные, то есть нет такой бурной работы, я полагаю, что это нужно просто исправлять. И говоря о том, как это сложно или не сложно, одинаково сложно быть папой и одного ребенка, и четырех. Одинаково, поверьте. Вот на сегодняшний день моим детям 21, 16, 10 и 7. Вот у меня прямо сейчас на срезе все этапы взросления ребенка, и это замечательно. Этим опытом я намерен делиться и дальше. Дорогие женщины, ну если мужчины пишут книги о семье, я думаю, что все у нас будет хорошо. Да, да, это дороговство. У нас общество имеет большие возможности. А кто по профессии, Дмитрий? Лингвист, но я не закончил институт как раз таки по той причине, что рано стал папой в 20 лет. И сейчас отматывая немножко время назад, мне очень тогда не хватало информации по тому, как быть классным отцом. Я искал... Как воспитывать детей, как растить. Как воспитывать себя в первую очередь, потому что как воспитывать детей, литература очень много. А вот как воспитать себя, вот там как раз образовался вот этот вот баку. Потому что поменялось время, то время, когда детей воспитывала большая государственная система, уже ушло, и ничего замен к нее не пришло. И приходится быть, как раз брать себя в руки, не надеяться на что-то внешнее, а как раз самоорганизовывать себя. И потихоньку, потихоньку, по зернышку, я как бы в эту сторону шел. И вот сейчас, как раз являясь сопредседателем Совета Отцов, мы объединяем таких отцов и транслируем эти ценности. Я согласна с вами, что в молодости нам не хватало знаний, да, Итерин Иванович? Как самоорганизовать себя, в том числе в семье? Что вы добавите? Нет, вот если есть такое сообщество уже отцов, да, которые действительно, вот, блядь, он себя создавал, а потом он старается вот с своими детьми так работать. Если есть такое сообщество, вот их тоже в школу приглашать. Вот я как раз говорю о том, что вот нужно таких интересных людей, которые понимают, которые могут донести до ребят значимость вот этого понятия семья и что это, и как это, вот то же самое приглашать надо. Я думаю, что вот это вот крайне важно. То есть у нас здесь вот появились такие инициативы приглашать матушек, да, в школу, и вот таких активных пап. Спасибо вам большое. Я думаю, что нужно отдельную программу провести прям непосредственно с папами. Обещаете нам посодействовать в этом? Конечно, 20 октября, День Отца. Да, спасибо большое. Как известно, президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с семьями, финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейные». В частности, в срок до 1 декабря 2024 года Кабмин должен рассмотреть вопросы, среди которых установление ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко дню семьи, любви и верности, создание цикла телевизионных передач о многодетных семьях, о финалистах и победителях Всероссийского конкурса «Это у нас семейные», и сам конкурс, кстати, должен стать ежегодным. Минспорту России совместно с исполнительными органами субъектов права государства поручил оказать поддержку в организации проведения спортивных соревнований, участниками которых должны стать семьи. И, кроме того, президент России поручил рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании на объектах дорожного сервиса инфраструктуры для обеспечения потребностей семей с детьми дошкольного возраста. Вот так немножечко, может быть, сложно звучит, потому что это такой официальный язык, перечень очень большой. Екатерина Ивановна, что вам из этого перечня особенно понравилось? Во-первых, мне нравится, что у нас сейчас активно работает в стране вот эта платформа «Россия – страна возможностей». Это говорит о том, что есть на сегодняшний день, пусть у каждого жителя нашей страны, проявить себя, где-то получить, совершенствовать себя там профессионально, где-то поделиться опытом, где-то достичь какого-то результата, о котором он мечтал раньше, и у него не было таких возможностей. Сейчас это есть. И вот про тот конкурс, о котором вы сказали, это у нас семейное, это тоже, понимаете, я смотрела эти передачи, и я прям, понимаете, я гордилась теми семьями, я гордилась теми участниками вот этого конкурса, вот этого состязания, да, семейного, потому как на самом деле это очень достойно. И когда я уже в сетях у себя где-то там или в ВКонтакте, или где, прочитала о том, что одна из семей, это была наша Тольяттинская, там участвовала, и думаю, они дошли до полуфинала, я так думаю, вот надо же, вот какие вот молодцы, потому что сегодня вот на этом этапе есть много возможностей, которыми нужно воспользоваться. И это зависит, конечно, прежде всего от нас самих. Как бы мы ни хотели, там вот говорят, что если видите, что в вашей жизни что-то застопорилось, имейте в виду, что водитель в этой лодке именно вы. Поэтому думайте, что нужно предпринять, как нужно сделать, но такого положения, как сейчас в стране, по реализации своих собственных планов, задач, не было раньше. Вот на сегодняшний день это есть, уже несколько, получается, вот последние десятилетия именно вот направлено на то, чтобы создавать вот для конкретного человека. И это благодаря тому, что лидер у нас такой, Владимир Владимирович Путин, потому как вот все то, что проходит внутри страны, все это координируется вот той командой, которая вот там. Где-то есть инициативы снизу. И что самое важное, что эти инициативы поддерживаются. Это дорогого стоит. Поэтому я рада за то, что вот у нас такая возможность есть, и что вопросы и задачи в стране решаются вот так вот продуктивно, скажем так. Да, действительно, Екатерина Ивановна, инициативы на уровне нашего субъекта Российской Федерации, Самарского региона, Италья, инициативы по проведению каких-то мероприятий, акций, направленных на сохранение семьи, их очень много. И учреждения культуры, социальные защиты, образовательные учреждения проводят такие мероприятия. А у нас есть телевизионный проект. И сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о телевизионном проекте «Телемарафон. Семья. Формула счастья». Энергичные и спортивные, активные и любознательные, молодые и многодетные, они такие разные, но объединяет их счастье. Из чего оно состоит? Ответ на этот вопрос пытаемся разгадать в телемарафоне «Семья. Формула счастья». Этот мультимедийный проект телеканал «Тольятти-24» запустил в рамках «Года семьи», объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Истории и фотографии счастливых семей публикуем в наших социальных сетях. Рассказываем о них в эфире и приглашаем к участию всех тольяттинцев. Поющая семья Нестеровых в съемках телемарафона участвует вместе с дедушкой Александром Елантьевым. Он, кстати, тоже музыкант. Формула счастья для них успешна только в одном случае, если присутствует главный компонент «Творчество». Матушка возьмет ветром, молча принесет воды. В нашей семье формула счастья – это в первую очередь поддержка друг друга в любых ситуациях, честность друг с другом, с собой и общее увлечение. Потому что общее увлечение – это общие цели, которым идет вся семья совместно. Год семьи для Леоновых особенный еще и потому, что в этом году пара отмечает 25 лет совместной жизни. Любовь, доброта и взаимопонимание. Нас связывает музыка, это наш общий интерес, и формула счастья нашей – это общий интерес. Юбилейный для семьи год Оксана и Юрий встречают в кругу детей. Их трое – Юлия, Даниил и Кирилл. Все Леоновы увлечены творчеством и музыкой, а совсем недавно они воссоздали генеалогическое древо своей семьи. Вот, например, Иван, прапрадед, Данил, Покажите нам, пожалуйста, нам тоже интересно. Он прожил 105 лет у нас. Фантастика. Такой долгожительный. Он вам секретик-то оставил где-нибудь, как столько лет прожить? Семья Барановых обожает путешествовать, причем невероятные для себя места открывает здесь, в Самарской области. И, конечно, тоже разгадывают формулу счастья. У нашей семьи, у меня и у супруги локомотивные ценности совпадают. Вот именно по ним мы смотрим в одну сторону. А еще, а еще это уметь слышать, слушать и слышать друг друга. А это семья Ростовых. Анжела и Александр, многодетные родители. Самая младшая в семье Виктория. Ей всего один год и три месяца. Любимые хобби семьи Ростовых активный отдых, путешествия и кулинарные эксперименты. Крепкая семья, она невозможна без любви. То есть в любом случае она должна базироваться на взаимной любви. И уже отсюда, как веточки, от ствола, от дерева уже идут, конечно, дополнения. Это взаимопонимание, это уже умение к какому-то компромиссу прийти, гибкость какая-то в спорных моментах. То есть умение поставить себя на место другого человека. Замечательный телемарафон и сколько тольяттинских семей приняли в нем участие. Кстати, все они делились с нами своей формулой семейного счастья. И я предлагаю вам, уважаемые гости нашей программы, тоже поделиться с нами своей формулой семейного счастья. Екатерина Ивановна. У меня очень короткая формула. Это, прежде всего, жизнь с любовью внутри и с любовью воспринимать и смотреть на мир. Спасибо вам большое. Матушка, любовь. Спасибо. Матушка Юлия. Чтобы не повторяться, я, наверное, скажу, это вот сдерживать данное себе слово. Если мы в 19 лет решили встать на этот путь, и как бы трудно не было, ты должен путь идти до конца, потому что это твой выбор, и ты должен быть верным себе. Ну, вот, это первое. Второе, я считаю, это многодетство. Ты тоже формула счастья, потому что какое счастье приносят дети. И третье, скажу, наверное, потому что все-таки я жена священника, это наша совместная молитва, совместная литургия. И вот, я думаю, что Бог нам помогает во всем. Да, питает ваши сердца. Спасибо большое. Ирина Владимировна. Ну, знаете, как вот я говорю на регистрации заключения брака молодоженам, которые заключают, вступают в брак, что впереди у них большой долгий путь, и им предстоит постигать великое искусство. Жить для счастья, любимого человека. Поэтому вот для меня жить для того, чтобы окружающие тебя были счастливы, наверное, вот это и есть. Когда каждый из нас будет жить по этому принципу, мы все будем счастливы. Да, хорошо. Спасибо большое. Дмитрий Александрович. Для меня формула семейного счастья связана с туризмом, поскольку путешествия вместе создают и новые впечатления, новые эмоции, отдых и испытания. И в этих испытаниях семья как будто бы перезагружает свои отношения, становится всегда крепче. То есть совместные увлечения, да? Проводить время вместе. Выезды на природу, на электрички, на автомобили, на поезде. Главное, регулярно включать эту повестку. И главное быть вместе. Вместе, конечно же. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне кажется, у нас очень хороший, такой доверительный разговор получился. Я думаю, что зрителям было не скучно эти минуты провести вместе с нами. Спасибо большое. Давайте продолжать эту тему. И как мы договорились с вами, Дмитрий Александрович. В следующий раз, наверное, папа и здесь мужчины придут, станут гостями такой программы. Хорошо? С удовольствием. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо вам. Всего доброго. Как сказал великий писатель, счастливый тот, кто счастлив у себя дома. Пусть в том числе и уроки семьеведения в школах помогут нашим детям понять важнейшую роль семьи в жизни человека. Всего доброго и до встречи, друзья. Субтитры подогнали Симон.